Больше 8 тысяч должников по алиментам насчитывается на западе страны. Причем количество их увеличивается с каждым годом. Они скрывают свои доходы, место жительства и работы. Судоисполнители проводят рейды, но безрезультатно. В причинах такого поведения разбиралась Батагос Базарбаева. Каждый учебный сезон для Ахмарал Жумагалиевой проверка на прочность бюджета их небольшой семьи. Больше 10 лет она воспитывает дочь одна. Зарплата небольшая. Собрать ребенка к школе помогает кто угодно, но только не бывший муж. С тех пор, как ребенку исполнился год, муж не приходит и не помогает. Иногда подкинет тысяч 10-15 и то, когда судоисполнители его найдут. Один-два месяца платит, и дело закрывается. А потом опять перестает платить. Снова судоисполнители начинают за ним бегать. Он нам уже должен больше двух миллионов. Проблемных должников в регионе около 500. Годами они скрываются и не платят алименты. Все меры принимаем, но проблемы также остаются. Есть такие, когда ребенку уже 30 лет, а он до сих пор, отец проходит до сих пор должником по алиментам. Он выйдет на пенсию, например, мы будем с пенсией удерживать. Есть такие должники, которые с пенсией удерживаем. У пяти тысяч горе отцов алименты удерживаются с заработной платой. На одного ребенка это четверть доходов, на троих половина заработанного. У отцов же своя арифметика. Если даже работает, скрывает свой доход, занижает свою зарплату. Если у него есть машина, на себя не оформляют они. Неплательщиков штрафуют среди мер воздействия. Также приостановление действия водительского удостоверения, арест имущества и банковских счетов. Случается, что неплательщики несут уголовную ответственность. Их ограничивают или лишают свободы на срок до двух лет. Но таких прецедентов в области не было. Если не считать одного случая в прошлом году, когда должника привлекли к общественным работам. Батогос Базарбаева, Роза Сатканова, Балачарл Газов, Канат Махмутов. Итоги дня Уральска.